Всем доброго времени суток. Когда Самвел дарил Коле телефон, он сказал, вот здесь очень хорошая камера, поэтому снимай много новых и интересных видео. И вот они эти видео. Мы их дождались. Телек орёт, приходит Коля к ТВшке. Бабка на кухне крутится странно. Вроде бы и телевизор орёт. Всё так, как нужно ей для спокойного и крепкого сна. Но отчего-то сон от неё бежит. Мясо. Надо отдать Наде мясо. Года не прошло. Вот не нужно оно ей было. Какого фига она держала его у себя столько времени? Зачем оно ей хранить? Выточила пакеты, всё, морозилка пустая. А как орала? Мне класть некуда. Вот на такого вредного человека никогда нельзя положиться. По идее, с такими вообще нет смысла даже общаться. Всегда будет палки в колёса вставлять. Никогда ничем не поможет. Коля поднял пакет с продуктами, которые накидала ТВшка. Там мясо было, чеснок. Опять же эти злосчастные огурцы солёные. И завыл белугой. Ух, как тяжело! Знаете, на этот пакет, честно сказать, смешно смотреть. Но что там тяжёлого? Там что? Мешок с зерном 50 килограмм? Ну вот откуда он такой белоручка взялся? Огромный мужик. Ноет, что ему тяжело поднять пакет с мясом. Там того мяса, как украдено. Ну позорище какой-то. Даже ТВшка, чтобы передать этот пакет, Коля, она с лёгкостью его подняла со столешницы и передала. Она даже не поморщилась, не напряглась. У Коли же чуть пупок не развязался. Одна мне одно время писала. Вы же Колю так хвалили. В каком-то видео обратила внимание я как-то на непонравившийся мне момент. Ну вот как сейчас, например. И она мне уже стала писать. Ну вы же так расхваливали Колю. Ну разве в жизни так же не происходит? Например, муж или дети сделали что-то хорошее, правильное. Всё, похвалили. А если нашкодят, и муж в том числе, будут ругать ведь. Разве это будет означать, что вы не можете определиться, хорошие члены вашей семьи или плохие? Если хорошие, ну почему вы ругаете за какие-то правильности? А если плохие, ну зачем вы хвалили? Вот такие элементарные вещи буквально приходится объяснять. Посмотрела я видео, как Коля пришёл к Наде. И тут же с порога всегда он задаёт ей одни и те же вопросы. Надя, вы голодная или нет? Вы кушали? Как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Сразу же начинает доставать еду, которую он ей покупает и приносит уже готовую. Тут же начинает её разогревать и накрывать ей на стол. В этот раз он даже салат хотел Наде порезать. Надя отказалась. Пришёл. Тихо, мирно. Поговорили. Что-то там обсудили. Ну, молодец. Что сказать? Молодец. Проявил заботу, внимание, участие. Ну, всё зависит от ситуации. Заодно поругала вот за этот пакет с мясом, что прям тяжело ему его поднять. А вот за это хвалю. За отношения. Кстати, ТВ-шка уже не жалуется, что у неё бок болит. Всё, выздоровела. Как бабки пошептали. Может быть, за этим к Ире и ездили. Может, она там, сказать, выписала ей какие-то лечебные пилюли. И у неё сразу всё зажило. Ире месяц понадобился, как она говорила. Мама пройдёт. У меня месяц поболело и прошло. Этому терминатору меньше суток. У неё ребра, помните, срослись поломанные в таком возрасте за неделю. Чего уж говорить там про какой-то бок. Так, мелочи жизни. Стоит на кухне страшное, лохматое. Такое злое у неё лицо. Вот почему никогда человек не причешется. Вот я обращаю внимание уже вот на всех бабушек вот в этом окружении, в этом сериале, который снимается. То ли у ТВ-шки специально такая роль, понимаете, вот этой старой щётки, которая стоит в углу чулана, уже не используется, потому что вся замызганная. У Нади на голове всегда порядок. Она всегда причёсана. Всегда волосы чистые. У Ольги Леонтьевны тоже. Но вот, по крайней мере, те видео, которые я смотрела, я не всё у сытников смотрю, но в тех видео она всегда причёсана. Кто-то может сказать сейчас, что за Ольгой Леонтьевной Света ухаживает. Неизвестно, какая бы она была, если бы жила одна. Но так она жила одна. Коля к ней приезжал, и она выглядела, Ольга Леонтьевна, очень хорошо и очень ухожена. И квартира, кстати, у неё была чистенькая. Хорошо, давайте возьмём, к примеру, Зину. Она старше ТВ-шки на три года. Инвалид. Живёт одна. У неё порядок и в квартире, и сама она в порядке. А вот эта первая красавица на селе, как она нам лапшу на уши вешала, вечно грязная. И как и шаг воды боится. И не чешется. Не причёсывается. Комменты с таким упоением она читает. Неужели никто не пишет про её внешний вид? Или она читает, но не считает нужным вообще что-либо в себе менять? Сколько угодно пишите, что это старость. Она такой не была, она такой стала. Не поверю. Вот в молодости прореха к старости дыра. Так и есть. Вот так и с ТВ-шкой. Она сейчас не немощная и не лежачая, что у неё нет сил провести расчёской по волосам. А вообще есть у неё расчёска? Или она так и чешется от случая к случаю кошачьей. Севка вот придёт, начинает её причёсывать. Кошачьей расчёской. Я вот сейчас вспомнила ещё двух знакомых женщин. Им одной где-то 72 года, другой около, ну почти ровесницы. Ну короче, приблизительно ровесницы ТВ-шки. Я вот сколько смотрю на них, вот всегда приятно на этих женщин смотреть. Они так здорово выглядят. Вот язык не поворачивается, называть их бабушками. Вот ТВ-шка хвалится, что у неё морщин мало. Вот у этих женщин их ещё меньше, чем у неё. ТВ-шка, конечно, выглядит старше своих лет. Вот по крайней мере я её вижу так. И вот в таком виде, как ходит ТВ-шка, у нас ходят женщины, есть у нас такой райончик на Атшибе, Черёмушки называется. И вот там живут только такие. Вот платья на ТВ-шке, не видно из чего сделано. Вот там, вот я и говорю, там точно такие же ходят неухоженные, нечёсанные женщины, немытые. Платье у неё грязное, в кошачьей шерсти, в перьях каких-то. Откуда на ней ещё и перья? Хороший телефон у тебя, Коля, чётко снимает. Теперь мы всю бабкину грязь видим в мельчайших подробностях. В квартире один единственный котик, но всё вокруг такое загаженное. У неё и в волосах этой шерсти больше, чем в своих собственных волос. Ни одного чистого уголка. Вот квартира ведь, а как в хлеву. И на это же платье она потом стала надевать верхнюю одежду для продажи. Я вообще не понимаю людей, которые после бабки покупают вот эти вещи и носят. У неё что, какая-то суперодежда, да ещё и по низкой цене, что её берут? Неужели нельзя пойти и купить новое? Коля говорит, что Надя собирается что-то там готовить на праздничный стол, какие-то блюда. Мне всё равно, отвечает ТВшка. Я своей головой буду жить. Что к чему? Ни к селу, ни к городу. Это фраза. Причём здесь приготовление Нади к празднику и то, что ТВшка собирается наконец-то в 70 свои практически 5 лет, начнёт жить своей собственной головой. Правильно зрители пишут, продолжает ТВшка. Я на этой фразе честно подумала, что я ослышалась. Вот с каких это пор придурки, ну как она называет те, кто пишет комментарии, стали писать наконец-то правильные вещи, с которыми она соглашается. На Новый год нам надо было сидеть дома. Не понравился ей такой Новый год. Что-то за прошлый год она, про прошлый год, она никак такого ничего не говорила. Всё её устроило, даже несмотря на то, что Маринка там к ней цеплялась, но потом, как выяснилось, Севка так на Маринку рявкнул, что, конечно, у бабы Тани от сердца отвлекло. Защищает её сынок по полной программе. Конечно, не понравился. Ей и стол не понравился. Скромно всё было, без размаха. Так ещё и деньги мимо неё пролетели. Значит, Ольге Леонтьевне подарки подарили хорошие. А ей то, ну что ей, по сути, в принципе, и не нужно. Вот эти гели, лосьоны для тела. Для чего они есть? Что она будет с ними делать? Ей остаётся только продать. Вот такой набор подарили бы Ире, она была бы счастлива. Вот ей даже там меньше достался. И то она в таком восторге была, как она всё это открывала, с каким прям, ну, трепетом, по крайней мере, со стороны это выглядело так, что она была в полнейшем восторге. А это чё? Так покрутила и сказала, с горя сейчас это, с расстройства пить начну. Можно подумать, она когда-то прекращала. Судя по тому, как она в последнее время, даже не скрываясь, это всё, опс, опрокидывает с себя алкоголь на камеру. Я думаю, что это вполне для неё привычное дело. Не будет баба Таня уже никогда жить своей головой, потому что она у неё пустая, пустая. Теперь вот она уже живёт умом зрителей. Что они напишут? Вот её в ту сторону и несёт. Если особенно это сходится с её мыслями, почему бы и не поумничать. Вот теперь Рождество на носу. Ну, посмотрим, как она будет сидеть дома и как ей будет наплевать на то, что готовит Надя. Будет она всё это жрать или не будет? Что она порешает своей собственной головой? Останется сидеть или всё-таки побежит бегом на игре? В этот раз, конечно, и севка дома не останется, 100%. Так что я больше чем уверена. Опять всё тем же составом соберутся на игре. Вычитала ещё баба Таня, помимо всего прочего, в комментариях, что неправильно было со стороны Светы отдать свою супружескую спальню другим, чужим людям. А сама своей головой она до этого дойти не могла? Дожила до 75 лет, а мозгов, опять же, повторюсь, она так и не нажила. Она раньше этого не знала, что даже заходить в эту спальню ей не следовало. Вот если как у ТВшки, ну, однокомнатная квартира, это и зал, это и спальня. Тут выхода нет, это другое дело. Но у Сытников, у Сытников все комнаты отдельные, нету ни одной проходной комнаты, и полно совершенно других комнат для гостей. Поэтому в спальню свой нос даже совать не следовало. И могла бы она сразу сказать, это неудобно, Света, как она всегда говорит. У меня возраст, у меня жизненный опыт. Вот и сказала бы, Света, нельзя так делать. Ты вот ещё молодая, молодая, ну, может быть, не такая молодая, но всё-таки моложе меня там на 20 с лишним лет. Вот я тебе, как женщина старшего возраста, хочу дать такой совет. Никогда не уступай свою постель супружескую каким-то другим людям. Вот даже нам. Ты положи нас куда-нибудь в другое место. Вот в Колину комнату. Коля пусть собаками в зале поспит. Если вся причина, как Коля сказал, это они так и за собак решили. Вот надо было тогда так и сделать. Но нет же, у неё своего не хватило. Она вычитала в комментариях и потом уже выдаёт, что да, Света неправильно поступила, неправильно вы поступили, что вы с Надей согласились там спать. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь. С вами всем пока.